Новая аудитория, компьютеры и отечественное программное обеспечение. В Ульяновском государственном техническом университете открыли учебный класс по цифровому моделированию топливно-энергетического комплекса. Такие блага ВУЗ получил благодаря сотрудничеству с корпорацией развития коммунального комплекса Ульяновской области. Успех инженерного образования связан с практико-ориентированным обучением. А практико-ориентированное обучение иногда можно сделать только в партнерстве с какой-то организацией, которая имеет постоянную практику и знает все проблемы того хозяйства, которым она занимается. Целью таких аудиторий как раз подготовить студентов к настоящей работе в поле, рассказать им о сложностях и подводных камнях профессии. Информатизация во все сферы деятельности проникает, даже в такую статичную отрасль, как ЖКХ, энергетика. И цель данной лаборатории как раз-таки заключается в том, чтобы научить студентов, научить сотрудников наших индустриальных партнеров созданию цифровых двойников систем жизнеобеспечения. Это и системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, пароснабжения. Одно из очень важных требований, которое является требованием закона, это наличие цифровых моделей этих схем. Поэтому, Сергей Леонидович, я тебе отлично благодарен. Надежда Глебовна, такое счастье привалило, что мы теперь можем уже людей учить. На компьютерах установлено специализированное программное обеспечение. Разработано оно в России, поэтому никакие санкции не страшны. Данное ПО используют в крупных городах для всех систем жизнеобеспечения. Поэтому будущим коммунальщикам и энергетикам важно уметь работать на таких программах. Аудитория очень хорошая, даёт много возможностей как для студентов, так и для преподавателей. И мы очень рады, что в нашем ВУЗе появилась такая аудитория. Ульяновский политех не стоит на месте и активно развивается с каждым годом. Так, например, новый учебный семестр подарит возможность изучать искусственный интеллект. Светлана Карпухина, Анатолий Рассохин, Управда ТВ.